Летом 2019 года, 1 августа, началась поездка в Хейстинс. Это прибрежный город Англии. Находится в южном Сассексе, на берегу пролива Ла-Манш. Безумно живописное место. Эта поездка запомнилась мне тем, что я повстречал очень много прекрасных людей. Понравилась самопринимающая семья. Я жила с еще одной русской девочкой и двумя испанками. Мы все хорошо подружились, нашли общий язык довольно быстро. Хозяйка очень нас поддерживала, рассказывала истории своей жизни. Больше всех мне запомнилась тетя из Шотландии, у которой я останавливался. Это что-то в формате хост семьи. Она мне рассказала много нового про англичу, чего я не знал раньше. Хотя я уже учил английский язык на протяжении 11 лет. На протяжении всего своего пребывания я проживал в милейшей семье вместе. С двумя другими учениками из России. Моя хост-фэмили заботилась о том, чтобы мое пребывание в их семье, в их условиях было замечательным. Все поездки по Англии, которые мы совершали из Гастингса, то есть там были своеобразные экскурсии, запомнились мне своей уникальностью. Мы ездили в Кентербере, и это родина художественной литературы даже можно сказать. Мы посетили Торп-парк. Это один из самых крутых парков развлечений в Европе, я так считаю. Мы посетили Лондон два раза, даже с шоппингом. Было забавно. Также был Брайтон, тоже довольно интересный город. Лидеры нас также отвезли в рай. Исторический город тоже очень понравилось. Также были разные экскурсии в Кентербере. Это небольшой город, но с богатой историей. Мы там прокатились на экскурсии на лодке. Отпускали там по два часа, по три погулять по городу, самим посмотреть. Для того, чтобы общаться с людьми из Великобритании и других стран, конечно же, нужно было иметь определенный уровень вводения английским языком. Моего мне хватило. Тем же ребятам из России, с которыми я старался говорить исключительно на английском, испанцы, французы и сами в Великобритании. Помимо нас, помимо русских, там присутствовали испанцы и французы. Безумно клевые и позитивные ребята. Это стоит того, чтобы туда поехать, пообщаться с ними, набраться опыта и послушать, как они отзываются о тебе и как ты отзываешься о них. Они это воспринимают, и вы шутите постоянно. Это было круто. Наш день был построен так, что мы начинали с уроков, и потом вторая часть дня была активити, на которых мы играли в парке, играли в прятки с лидерами, и нам устраивали разные клевые поездки. Учеба в EF Education происходила в игровой манере. Каждому находился свой собственный индивидуальный подход. Принималось во внимание интересы, а также личные характеристики и возможности учащихся. Учеба не воспринималась мной лично, как какая-то навязанная и скучная рутина. Это была часть погружения. Уроки не скучные, далеко не скучные. Мы постоянно затрагивали новые темы. Были как детские темы для более низких уровней, так и для C1-C2, там найдутся темы по типу advertisement, или мы даже придумывали свои видеоигры. Не было времени скучать. Конечно же, хотелось бы поехать еще раз именно с EF, куда-то еще по миру обязательно. Эта поездка подарила неповторимые эмоции, опыт, общение. Сказать, что я остался доволен поездкой, значит не сказать ничего. Количество новых возможностей и опыта, который я приобрел с этой поездкой, просто неописуемо словами. И разумеется, я бы поехал в тот же самый Гастингс еще раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова